Друзья, привет! Вчера произошло реально эпическое событие. Меня не пустили в государственную фискальную службу на встречу бизнеса и таможни. Несмотря на то, что бизнес меня туда пригласил, подал мою фамилию для аккредитации и требовал моего присутствия, как журналиста, освещающего коррупцию на таможне и поборы с бизнесом, фискалом было принципиально, чтобы я на эту встречу не попал. Я иду на встречу. Меня запросил бизнес, которому перешкоджают чиновники цієї структури. А вы чините опор в освещении. Визивайте полицию. Я иду на встречу. Чому? Мене запросил бизнес. Мы в государственной установке. Перешкоджайте журналистские деятельности. Мы не перешкоджаем. Само перешкоджайте, потому что мы не представники бизнеса. Ну что вы хотите? Встаньте, пожалуйста, мы вам объясняем. Я хочу прийти на встречу. Вас там не запрошували. Очень жаль, так как та схема, которую сейчас буду рассказывать, касается напрямую тех лиц, которые вчера присутствовали на встрече. И когда я планировал этот ролик, я думал, что вставлю в него ответы на прямые вопросы, на прямые мои обвинения тех лиц, которые там находились. Это было бы красиво. Каждый из вас хоть раз наверняка задачивался вопросом, а почему одни и те же товары, одних и тех же брендов и одних и тех же моделей в Европе и в Украине стоят по-разному. Например, телефон, который в Европе стоит 500 долларов, 500 евро, в Украине стоит 700-800 евро. В чем разница? Что с нами не так? А не так с нами, друзья, это система поборов, взяток и вымогательства от бизнеса теми структурами, которые должны бдить порядок и, наоборот, помогать бизнесу вести свои дела и облегчать их жизнь, дабы они развивали экономику государства. Об одной из таких схем, о которой еще никто никогда не рассказывал, я вам сейчас и расскажу. Есть такая программа, называется АСАУР. Это автоматическая система анализа управления рисками. Звучит сложно, но сейчас вы поймете. Это программа, которая позволяет таможне определить, есть ли риски ввозимых товаров на территории Украины в контексте несоответствия поданным документам. Например, если бизнесмен возит в Украину машину с товарами и подает документы, что она полная карандашей, и карандаши эти весят 22 тонны, и их там 10 тысяч штук, то программа рассчитывает, что, исходя из документов, каждый карандаш весит по 3 килограмма. Может такой быть, не может такого быть. И эта программа выдает в окошке инспектора, который принимает на границе документы, выдает отметку о рисках этого груза и требует проведения стопроцентного досмотра этого автомобиля и проверки его на соответствие поданным документам. После этого, прямо на границе, этот автомобиль разгружается, инспектор проверяет соответствие заявленного груза, ну вот реально он его видит уже вживую, проверяет соответствие его поданным документам. И если все соответствует норме, все окей, то автомобиль загружает, груз загружается обратно и отправляется в место назначения. Если АСАУР не срабатывает на поданные документы, то таможня машину даже не открывает, она даже не имеет права ее открыть, так как нету причин. А после сработки АСАУРа вы вынуждены доказывать таможне, что везете как раз то, что вам и заявлено. Проверка на границе вашего груза, когда его выгружают и досматривают вручную, затягивается минимум на 2-3 дня, а то и больше. И обходится предпринимателю в копеечку. Ведь терминал, на котором происходит досмотр, он кому-то принадлежит. Ваш груз кто-то должен выгрузить, кто-то должен загрузить. И это все ложится затратами на плечи импортера. 70 долларов стоят услуги рампы, ну чтобы вы могли выгрузить свой груз куда-нибудь, на какую-то площадку. 300 долларов стоят услуги грузчиков. Кто-то же должен из вашего контейнера или вашей машины этот груз вынуть. И примерно 100 долларов в день обходятся услуги брокера, который должен находиться рядом с машиной, рядом с грузом. Дополнительные услуги затраты на водителя. Все это в общей сложности дает расходов 500 долларов в день на то, чтобы ваш груз таможня просто проверила. Но есть у ОСАУРа еще одна интересная особенность. Он может работать не только в автоматическом режиме. В государственной фискальной службе есть департамент по противодействию таможенным нарушениям, так называемый отдел по борьбе с контрабандой, который имеет возможность вручную вносить в ОСАУР те или иные компании. Например, зачем это делается? Например, если по оперативной информации сотрудников этого отдела стало известно, что, например, в Польше в такую-то фуру, в такой-то компании будет загружены, например, наркотики, мешок с кокаином, как они этот автомобиль могут на границе задержать? Если они напишут, например, письмо о том, что такой-то автомобиль нужно остановить, задержать, проверить, то где гарантия того, что сотрудники поста не сольют эту информацию контрабандистам и не являются с ними заодно? Поэтому они открывают ОСАУР и напротив компании, которая, например, ТОВ и ШАК, ставят отметку, так называемый маркер. И теперь, когда компания ТОВ и ШАК будет возить какие-то грузы, неважно через какую границу, неважно с какими документами, их компания будет всегда срабатывать при принятии документов на границе и будет выбивать инспектору 100% досмотр. И не провести его инспектор не может. С этого момента на каждую свою машину ТОВ и ШАК будет вынужден тратить 500 долларов. Вне зависимости от того, найдут там 500 долларов, если вы помните, это вот услуги погрузка, разгрузка, рампа, накладные расходы. Вне зависимости от того, найдется там какой-то груз или не найдется, незаконный. Если там ничего нет, ничего страшного, эта машина отпускается. Через два дня заезжает следующая машина ТОВ и ШАК и снова будет Асаур выбивать 100% досмотр. До тех пор, пока в ручном управлении Асаура не исчезнет этот маркер. Именно возможность ручного управления Асауром и стала в Украине в последние годы инструментом вымогательства денег с белого бизнеса. Например, жил себе и спокойно работал какой-то белый импортер, например, Носков, который возил по 50 контейнеров товаров в месяц. В какой-то момент его контейнеры начинают попадать под, выбивать в программе Асаур. Вот он их возит и каждый его контейнер попадает под 100% досмотр, что приводит к дополнительным затратам на каждый его груз в размере 500 долларов. Причем таможня не находит ни в одном его контейнере каких-либо нарушений. Он каждый день возит там, каждую неделю возит носки, по документам у него носки, но все равно Асаур выбивает, контейнер выгружается, 2-3 дня стоит машина, это в лучшем случае, и ситуация повторяется каждый день. Причина в том, что сотрудники департамента противодействия таможенным нарушениям напротив каждого юрлица, этого импортера, поставили маркер. И теперь, что бы ты ни вез, как бы ты ни вез, через какую границу ты бы не ехал, ты все время будешь попадать на таможенный досмотр. Ты будешь срывать свои контракты, ты будешь нести дополнительные расходы до тех пор, пока не попытаешься разобраться и решить этот вопрос. Так как в программе Асаур есть еще одно окошко, в котором написано, что в случае сработки этой программы нужно звонить товарищу Петрову. Когда бизнесмен пытается разобраться, что происходит, ему говорят, звони в департамент противодействия таможенным нарушениям и разговаривай с Петровым. Бизнесмен встречается с Петровым. Да, о твоей беде мы знаем, можем помочь. Чтобы снять маркер из твоих компаний, сколько ты возишь в месяц? 50 контейнеров? Отлично. Ты должен нам ежемесячно платить по 100 долларов с каждого своего контейнера. И ежемесячно должен сдавать нам по 5000 долларов. Вот тебе фамилия человека, кошелька, с которым ты раз в месяц встречаешься, отдаешь ему деньги, отдаешь список своих грузов, мы его сверяем. Если все ок, ты следующий месяц работаешь дальше. Если ты нас обманул, то извини, на твоей фирмы снова будет ставиться маркер и какое-то длительное время тебе не удастся с нами этот вопрос порешать. И бизнесмен вынужден платить ежемесячную мзду только для того, честный бизнесмен, который не возит контрабанду, должен платить ежемесячную мзду для того, чтобы его грузы не кошмарились на таможне. Кто же руководит этой темой? Как вы помните, при Порошенко был создан специальный офис по управлению контрабандой, о котором я рассказывал в прошлом материале, которым руководил народный депутат Александр Грановский и бизнесмен Сияр Куршутов. Деньги с этой схемы, с поборов через Саур департаментом противодействия таможенным нарушениям, поступали непосредственно к Грановскому и Куршутову в этот офис. Руководил департаментом противодействия таможенным нарушением известный нам всем с вами Василий Поезд. Он же Вася Мала. Василий Поезд был полностью подконтролен офису Александра Грановского, так как в 2017 году Вася Поезд попался на достаточно серьезном правонарушении. Он подстроил конкурс на руководителя этого департамента, сам себя по сути назначил, сам для себя напечатал билеты и сам разыграл этот конкурс. И СБУ, служба безопасности Украины, Васину схему выявило. Но вместо того, чтобы Васю Поезда снять с этой должности и провести конкурс честно и прозрачно, Васю взяли за одно место и подконтролили офису Грановского. Так как департамент К СБУ, который по сути взял Васю за причинное место, контролировал Александр Грановский, который же контролировал офис контрабанд. И Вася Поезд работал, собирал деньги через «Засаур» непосредственно в интересах Грановского. Естественно, занимался этим Вася не сам. У Вася была команда людей, которая в департаменте занималась рутиной. Бизнеса же много, машин много, надо со всеми работать, маркера ставить, маркера снимать. Он привел с собой своего друга из налоговой Сергея Недоренко. Вторым человеком, который занимался с поездом этим вымогательством, являлся Олег Павлишин. Павлишин в этой системе является ключевым звеном, ключевым человеком. Так как Павлишин – это ветеран рэкета на таможне через систему «Засаур». Павлишин работал при Клеменко, Павлишин работал при поезде, Павлишин работает и сейчас, когда поезда уже нет. Павлишин является одним из ключевых людей, который управляет, по сути, этой системой. Вася-поезд просто спускает Павлишину ставки, которые ему спускались из офиса. То есть в 2015 году Павлишин собирал с бизнеса по 100-150 долларов за недосмотр контейнера или машины. В 2018 году при ВАСе-поезде собиралось 250 долларов, а что собирается сейчас, сейчас мы до этого дойдем. Поэтому Павлишин является ключевым человеком. И вот бизнесмены, которые занимаются импортом и смотрят мой ролик, они все могут подтвердить. Напишите, кто из бизнесменов смотрит ролик, подтвердите в комментариях, что все вопросы, когда твой груз начинает срабатывать по Сауру, все знают, что маркеры нужно снимать только через Павлишина. Несмотря на то, что Вася-поезд был подчинен непосредственно Грановскому и контрабандному офису, он являлся человеком Мирослава Продана. И в 2018 году, когда Мирослава Продана в конце 2018 года, его убрали с должности руководителя фискальной службы, Васю-поезда тоже быстренько убрали. Вместо него руководить этим департаментом стал Руслан Фирсов, который точно так же в интересах того же офиса собирал деньги с Асаура вплоть до того, как Зеленский выиграл на выборах, офис Грановского схлопнулся и СБУ поменялось. И вот эта тема осталась, по сути, бесхозной, без управления. Быстрее всех в этой ситуации сориентировался Александр Власов. Александр Власов пришел к Владимиру Гройсману и сказал, Владимир Борисович, дайте, пожалуйста, какое-то время порулить этим департаментом. Офис схлопнулся, деньги нести никуда не нужно, дайте немножко пожить, потому что ГФС разделяют на таможне передел, меня точно отстранят от работы, дайте хоть немножко пожить. И Гройсману согласовал получение контроля на департамент противодействия таможенным нарушениям. Что делает Власов? Власов снимает Фирсова и назначает вместо Фирсова своего друга из Одессы Александра Домнича. Александр Домнич – близкий друг Александра Власова, которого он притащил за собой из Одессы. До должности руководителя этого департамента Домнич был начальником таможенного поста Одесса Центральной и работал в Одессе. И весной этого года, в середине мая, Власов подписывает приказ о назначении Домнича, исполняющего обязанности руководителя этого департамента. И здесь происходит самое интересное. Бизнес получает новые указания от Павлишина о том, что теперь за непопадание вашей компании в Асаур нужно платить по 400 долларов. В 2015 году было 100-150, в 2018 году – 200-250, ну и напоследок Власов с Домничем решили сорвать куш и начали вымогать от бизнеса по 400 долларов. Им нужно было Власову, Павлишину и Домничу завернуть вот этот вот подъем таксы до 400 долларов, им нужно было во что-то завернуть. У них осталось тут пару месяцев до полной ликвидации ГФС и обновления таможни, им нужно было это во что-то завернуть. И во что завернул это Власов? Все правильно, в операцию «Бастеон». Незаконные схемы позволят прекратить новую операцию государственной фискальной службы «Бастеон». Наше завдание, чтобы эти подраздели работали в едином задуме. И наше завдание, чтобы, по-перше, это будет рискоориентовный подход к решению проблем. Потом аналитика. И уже безусловно припинено злощенных схем, как на митнице, так и внутри краины. И по сути, этим и создан прецедент ручного использования АСАУРа. И что самое интересное, посмотрите, по правую руку от Власова сидит главный исполнитель этой задачи, сам Домник. Подрахунками наших фаховцев, эффект экономичного от проведения этих заходов, этой операции, будет приблизно до 2 миллиардов гривен. Именно благодаря прикрытию операции «Бастион», Домнич, Власов и Павлишин получили возможность массово сделать отметки в АСАУРе напротив, поставить маркеры напротив компаний белых импортеров. Ну, мы же проводим операцию по выявлению контрабанды, поэтому все грузы должны проверяться, так как мы боремся за бюджет, мы боремся с нелегальным импортом, мы его выявляем, поэтому АСАУР начинает срабатывать так часто. А если вы хотите выпасть из программы «Бастион», да, из спецоперации Власова, и чтобы напротив вашей компании отметку сняли, то теперь за фуру нужно платить 400 долларов. Большая часть бизнеса отказывается платить сейчас эти деньги, поэтому если вы попадете в Одессу, в Одесский порт, на Одесскую таможню, то вы сможете увидеть, какое количество грузов сейчас проходит через вот эти вот пытки, пытки трехдневным досмотром. Десятки машин одновременно разгружаются, загружаются, еще десятки машин стоят в очереди, очередь сейчас достигает недели, то есть где-то 5-7 дней нужно простоять в ожидании того, что тебя твой груз, который не есть проблемный, просто выгрузят, загрузят и будут ждать отмашки от Павлишина, чтобы он снял маркер с твоего груза. Что вы, выгружаетесь? Да уже выгрузились, блин, ждем ответа, блин. Как всегда, маркера висят, Павлишин молчит, уже два дня стоим. И несмотря на то, что Власов уже является отстраненным руководителем государственной фискальной службы, Домнич остается сейчас руководителем департамента противодействия таможенным нарушениям, Павлишин там сидит, как неизбиваемый со времен царя гороха человек, курирующий эту тему, и Недоренко сидит, кассирует людей, которые попадают в этот оборот вымогательства вот этой шайки-лейки. Именно с этой темой я хотел вчера выступить на встрече государственной фискальной службы, представителей таможни и бизнеса, компании Макатрейдинг, которые попали как раз в жернова бастиона Власова и им откровенно зарядили о том, что с каждого их контейнера теперь нужно платить по 400 долларов. И вчера на встрече были и Александр Домнич, и Сергей Недоринга, и Олег Павлишин. Ко всем этим товарищам, всем этим товарищам я хотел задать в лоб вот эти вот вопросы и попросить у них пояснения касательно ручного управления АСАУРом, но на встречу я не попал. Ти, кто там сидит, выбудовывают схемы по бору с бизнесом, а коли приходят журналисты это выяснивать, они прикрываются пресс-службой и вашими диями. И вашими диями. Вам говорят, не пускайте. Для чего вы играете всю грудь? На этом, друзья, мы будем заканчивать. Я думаю, что, я надеюсь, что и офис президента, и спецслужбы, и силовики, и тот человек, который сейчас придет на место Власова, ну так как государственная фискальная служба не может находиться без руководства, да, кто-то должен быть назначен на должность исполняющего обязанности этой структуры, они смогут навести порядок с работой АСАУРом, они проведут служебное расследование, я даже требую проведения служебного расследования касательно деятельности Домнича, Недоренко и Павлишина. И хочу получить информацию о том, сколько компаний было в ручном режиме проставлено в АСАУРе этими людьми и какой показатель эффективности их борьбы. Я уверен, что из тысячи автомобилей и тысячи контейнеров, которые проставили эти товарищи, эффективность выявленных правонарушений будет ноль. Нету у белых импортеров проблем и нарушений во время импорта своих грузов, но это является всего лишь инструментом вымогательства и ракетирства. Спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, буду держать вас в курсе.